Чего не понимают экономисты? Вообще вот есть две категории людей, которым нельзя позволять заниматься тем, чем они занимаются. Юристам нельзя заниматься политикой, потому что они наивно верят, что если что-то напишут в законах, то жизнь изменится. А экономистам – экономикой, потому что они думают, что если они составят, посчитают и цифры, и схемы, то всё будет именно так. Политэкономия – это наука наполовину психологическая. Потому что если мы посмотрим, еще Маркс выводит категорию, не только. Что такое стоимость рабочей силы? Это то, что работнику нужно для поддержания привычного для него уровня жизни. Привычного, то есть психологически обоснованного. И вот не учет психологии, он убивает, кстати, экономическую модель любую. И всегда возникает вопрос. Есть, условно говоря, три базовые экономические подхода к миру вообще, к экономическому миру. Подход классического экономического либерализма, идущего от Смита. Каждый человек должен стремиться что-то делать. Кто сможет, тот будет жить. Кто не сможет, умрет с голоду. А подход социал-демократический. У тех, кто имеет много, мы отберем часть, отдадим тем, кто не может. Что и подход коммунистический. Вы хотите что-то иметь, давайте вместе построим завод. И давайте там будет у вас и рабочее место, и зарплата, и продукция. То есть в этом отношении, кстати, классический либерализм, классический коммунизм, они ближе, чем социал-демократизм, потому что он развивает потребительство. С чем сталкивается мир Запада, когда вот не работаешь, социальное пособие, и так далее, и так далее. И в этом отношении правы те либералы, которые говорят, артикулируют на самом деле базовый принцип коммунизма. Человеку надо давать не рыбу, надо давать сети. Вовлечение в деятельность. И здесь два момента. Во-первых, все идеи нового общества, связанные с социализмом и коммунизмом, базировались в первую очередь на постулате свободного труда, дать возможность каждому человеку заниматься любимым видом деятельности, созидательным любимым видом деятельности. И второй момент. Вот, с одной стороны, с точки зрения научного коммунизма, человек создал труд. Он начал развивать конечность и так далее. А с точки зрения законченного идеализма, монотеистического, человека создал, между прочим, тоже труд. То есть, творческий акт бога. Говоря. Да. И тоже творческий акт. И тут творческий акт, и тут творческий акт. И социализм, и коммунизм говорит о том, что надо человеку дать возможность заниматься любимым делом. И та же самая религия, к которой, может, атеисты, к которым я отношусь, могут предъявить много претензий. Но она говорит, человек должен трудиться. И именно в этом труде он станет настоящим творцом и приблизится к богу. Продолжение следует.